Привет, друзья! Ну вот, вернулась в Анапу из Петербурга. Конечно, природа чудеса какие-то творит. Здесь розы в полном цвету, наши самые любимые, самые красивые. Но зато нет солнца, нет жары. 20 на солнце, вернее, ну как на солнце его нет, 20 днём. А в Питере было 25, представляете? И солнце у нас, вот облака, там солнце. Даже на пляже побывала и кое-что поснимала. Может быть, поставим вам ролик. Но было одно событие примечательное, о котором хочу рассказать. Я познакомилась с нашей подписчицей. По её просьбе мы встретились, посетили музей. Об этом съёмке есть небольшой, об этом интересном музее. И посидели в кафе. Она очень хотела меня расспросить о том, как мы переехали, как мы тут живём. Потому что тоже у них с мужем приближается пенсионный возраст. И планируют в переезд они именно Анапу, а может даже и Гастагаевскую. Ну и судя по тому, что не первый раз мне задают вопросы именно такие, я поняла, что нужно ещё раз людям рассказать именно о том, почему мы переехали в Анапу, как это было сложно или несложно. В основном не технической стороны переезда касаются эти вопросы. А в основном люди просто беспокоятся, как мы перенесли отрыв от привычного образа жизни, переезд в совершенно новые края и в плане погоды, то есть акклиматизации, и в плане адаптации к местной жизни. В общем, люди хотят услышать подтверждение, знаете, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь в Анапе. В Анапе жизнь есть. Но готовиться к переезду нужно, конечно, серьёзно, с любой точки зрения, с материальной, с моральной. И главное представить, что вы не будете, конечно, во вражеском тылу, просто вы окажетесь выключенными из привычной жизни. Подписчица, которая пригласила меня на эту встречу, её зовут Флора, живёт она с мужем в Пушкине, ну, под Питером в своём доме. Также они планируют и жить в Анапе в своём доме. Ну и, например, родная сестра, по-моему, ей говорит, Флора, как же ты променяешь Питер на какую-то деревню? Ну, на самом деле, она по этой деревне, по сравнению с Питером. Но ведь нужно подходить к этому вопросу не с точки зрения возможностей, которые даёт город Петербург или вот Кемерово, откуда мы переезжали, или любое другое место, в котором вы живёте. Не в плане возможностей обучения, там, не знаю, образования, медицины, культурной какой-то жизни и так далее. А подходить к этому с точки зрения своей ежедневной жизни, вот в вашем ежедневном режиме, как часто вы пользуетесь благами этого города, в котором вы живёте, как часто вы посещаете все возможные мероприятия культурные, как часто вы пользуетесь услугами поликлиник, больниц, каких-то медицинских центров и так далее. Или это только имеется в виду, что в случае нужды, или если вы захотите, то это у вас всё будет. Если вы, например, в Эрмитаж ходите раз в году или раз в пятилетку, если вы уже детей образовали, да, выучили, и не так важно для вас уже наличие образовательных каких-то центров, если вы занимаетесь каким-то спортом, и вам необходим ежедневно, там, я не знаю, стадион какой-то или бассейн, а здесь его может не быть в Анапе, вот так подходите к вопросу. Чем вы пользуетесь ежедневно? Что вам нужно каждый день, а не умозрительно? Так будет легче вам решить, нужна ли вам Анапа или любой другой город побережья Черноморского, или именно для жизни, для ежедневных нужд вам подходит то место, где вы живёте сейчас. Думайте, решайте. Флоре привет из Анапы. Большое спасибо за встречу. Я была рада с вами познакомиться. Отдельное спасибо кондитерской Буше, по-моему, так называется, то место, где мы вкусняшки ели. Ну, очень вкусно. Настолько же вкусно, настолько и вредно для здоровья, наверное. Но иногда можно себя побаловать. Всем привет, пока! Субтитры подогнал «Симон»!